Всем привет! И уже не доброе утро, потому что сейчас уже без пяти двенадцать, да. Сегодня 24 ноября 2016 года, сегодня у нас Thanksgiving, то есть сегодня у нас день благодарения. И я хочу сейчас пойти и замариновать индюшку, и к вечеру, чтобы она приготовилась. Ну а пока что, что я сделала? Я встала, к сожалению, сегодня поздно, даже не знаю во сколько, но факт в том, что поздно. Не могу никак войти в свой режим, и поэтому сейчас покамюсь вот так. И встала, рассказала любимому свой сон, потому что сон был просто жесть, жесть, жесть. У меня и по моим снам, наверное, можно писать фильмы, потому что такая жесть. Я не знаю вообще, почему мне такое снится. Дело в том, что, ну, это просто сломать голову, может. И вот так вот. Сейчас пойду я на кухню, может перекушу чуть-чуть, но кушать особо не хочется. Ну, сейчас посмотрим. И вот так вот день начинается с того, что на улице погода не ахти. Такое вот, знаете, вроде не так холодно. Было пару дней, когда было холодно, прям конкретно, но сегодня не тот день. И вот так вот у меня выводится потихоньку видео на моём канале. Я вчера тоже обработала моё видео, ту идею, про которую я вам говорила, которую мы снимаем. И вот оно сейчас скоро уже выйдет. Итак, здравствуйте, с вами кулинарное шоу с Ириной Петровной. Итак, мы готовим маринад для индейки, и это будет горчичный сметанный маринад. С двумя видами горчицей. Я знаю, что кажется много, но у нас идюшка очень большая. Такой... Что мне очень жалко, Жанны Фриске. Эта история для меня стала очень какой-то близкой, хотя я никогда не являлась поклонницей Жанны Фриске. Вообще не слушала практически её музыку. Но как-то вот случилась эта история, которая взорвала просто весь мир практически. Это мне прошло мимо, как-то оно как-то задело вообще именно... Так вот, знаете, как будто... Вот прямо аж, не знаю, как объяснить эту ситуацию, но оно реально очень задело. Особенно их отношения между ею и её мужем. И как может поменяться жизнь у любого человека, даже несмотря на то, что у него вроде как должны быть связи, бывшие идеи. На самом деле, все мы под Богом. И это, конечно, затрагиваю сейчас очень серьёзную тему, но... Хочу сказать, что все мы должны быть людьми в любой ситуации. И это самое главное. Так, чтобы хотя бы кому-то ты был мужем в этой жизни. Я думаю, что вот это самая главная цель человека. Помимо того, чтобы оставить после себя след. Это кому-то нужно. Кончила мариновать нашу индюшку. И покажу её вам позже. Но сначала мы покушаем. Сейчас мы будем кушать. Я буду кушать первый раз. Вот у меня просто не было аппетита после вчерашнего бургера. И мне не хотелось кушать. И сейчас, если честно, не хочется, но любимый настаивает. Серьёзно. Так что мы будем кушать. И всем приятного аппетита! А мы поели. И сейчас я вам покажу, что у меня получилось с нашей индюшкой. Смотрим. Смотрите, что здесь творится. Какая поза у неё. Это полная жесть. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Потому что впервые готовлю индюшку. И впервые вообще с таким маринадом. Это самый такой лучший, который мне понравился. Это сметанно-горчичный. Если нам понравится, я скажу уже рецепт на видео. Так что сейчас мы отправляем её на пару часов в холодильник. И под крышкой, как сказано в инструкции. Сможешь отправить её в холодильник? Она очень тяжёлая. Там место есть? Да, внизу. Отправили. Закрываем. И ждём. Наконец-то этот день подошёл к концу. Фу. Гости ушли. Я не снимала ничего. Сами понимаете. Не все хотят попасть в камеру. Тем более в YouTube. Сейчас у нас на часах уже 12 часов ночи. Наши гости только сейчас ушли. Уехали. И, если честно, я так устала. Кстати, индейка получилась очень вкусной. Я обязательно, если вы захотите, напишите мне в комментариях. Напишу вам этот рецепт маринада. Он безумно вкусный. И да. Индейку я даже не успела сфотографировать. Мы были очень голодные, потому что индейка очень долго готовилась. Часов 4-5, может быть, около 6 часов. В принципе, так, как и должно быть. Потому что индейка тяжёлое мясо. И в основном она старая. И поэтому готовится очень долго в духовке. Но она получилась. Мы сделали пюре к нему, накрыли стол. Гости принесли тортик. Всё было прекрасно. Посидели, посмотрели. Фильмов 3, может быть. Вот так вот. И все разошлись. И я сейчас хочу умыться и ложиться спать. Потому что завтра начало нового дня. И завтра Black Friday. Я надеюсь, влог будет интереснее, чем сегодня. Так что всем желаю спокойной ночи. И до завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!